Венсполская ассоциация национально-культурных обществ приглашает на праздник святки, который будет проходить два дня. 14 января в городском центре культуры в 16.00 рождественские вечера. С рождественскими традициями познакомят Светлана Ведякина. Романсы и инструментальные произведения прозвучат в исполнении воспитанников Венсполской музыкальной школы Юрия Тютюникова и Марины Сморшко. 15 января в 15.00 в центре культуры в Большом зале святочные вечерки. Народные песни, хороводы, святочные игры, сценки ряженых, гадания и лотерея по входным билетам. Участвуют ансамбль «Здравица» Мрия Журавинка и Юрьев день. Гости из Риги – ансамбль «Карагод». Стоимость билета – 2 евро. Здравствуйте! В эфире Курзомское телевидение. Вы смотрите новости Венсполса. Следующие полчаса с вами в студии буду я, Татьяна Шаховская. Вчера в театральном доме Юра Сварды прошло торжественное мероприятие, посвященное подписанию договора о начале строительства в Менсполской государственной музыкальной школе с функцией концертного зала. Путь к подписанию договора был нелегким и тернистым. Подробнее в сюжете моей коллеги Гонде Порнеце. Когда-то центром Венсполса была рыночная площадь. Место между улицами Ганнибу и Култегас использовали в практических целях – паслись тогда коров. Никто и не мог подумать, что центральной и самой красивой площадью Венсполса станет площадь Лейлайс. В советское время эту площадь использовали как место для демонстраций и парадов, а в 1975 году на ней установили памятник Ленину. Покрытие площади – большие бетонные плиты. А когда-то площадь Лейлайс украшал и фонтан. В 1991 году с распадом Советского Союза памятник Вожду демонтировали, а площадь Ленина потеряла название и значение. С наступлением 21 века руководство Венсполса понимает, что площадь должна стать центром города и принимает решение о развитии этой территории. Для реализации масштабных архитектурных идей требовалось и серьезное финансирование. В 2005 году самоуправление организует пленэр, основная задача которого – решить важные вопросы. Какой должна быть застройка площади Лейлайс и каким мог бы выглядеть концертный зал Венсполса? Это была первая смелая попытка привлечь в Венсполс профессиональных архитекторов и планировщиков не только из Латвии, но и из зарубежья. Таким образом можно найти более ценную идею. Эскизов будущего проекта много. Среди них бассейн, каток, торговый комплекс, гостиницы. Кто-то предлагает посадить на площади березовую рощу, а кто-то – соединить площадь со сквером фонтана солнечные лодочки. В пленэре участвует 9 команд архитекторов. Самыми лучшими жюри признает бюро архитекторов Бенниш и партнеры из Германии и Лух Сонтуха из Эстонии. Нужно учесть, насколько экономичным выйдет проект, какой будет квадратура, чтобы был баланс между архитектурой и экономичностью. Впервые появилась идея о создании фонтана и концертного зала. Тогда в Латвии начали говорить о строительстве региональных концертных залов. Когда мэр Венсполса гостил в Министерстве культуры в последний раз, мы говорили о программе строительства региональных концертных залов. Нам должно быть четко ясно, кто и на какие средства будет содержать этот объект. Нужно будет заключить долгосрочный договор со страной. Осенью 2006 года Венсполское самоуправление объявляет конкурс на проектирование акустического концертного зала на площади Леллэс. Спустя год Венсполское самоуправление заключает договор с фирмой Бенниш и партнеры о разработке технического проекта. Мы смотрим на этот проект Венсполса с надеждой, потому что проектировать концертный зал это совершенно другая задача для архитектора. Проект концертного зала будет отредактирован ввиду того, что уже с 2003 года здание Венсполской музыкальной школы, по оценке экспертов, находится в аварийном состоянии. Фундамент нестабильный, в стенах трещины. Во-первых, это опасно. У нас учатся не меньше 500 воспитанников, и каждый день я должен переживать о том, не упадет ли нам что-нибудь на голову. Печально видеть здание музыкальной школы в таком критическом состоянии. Появляется решение, которое дает надежду как юным, так и взрослым весполским музыкантам. В 2010 году редактируют эскиз проекта, соединяя концертный зал с государственной музыкальной школой, уменьшая расходы на проект и квадратуру. Эту идею поддерживает и Министерство культуры. Наша задача – обеспечить то, чтобы и образование, и культура были максимально доступными для всех жителей Латвии. Мы серьезно рассматриваем партнеров – членов правительства, членов Министерства культуры. Я лично участвую в реализации проекта строительства региональных концертных залов в Латвии. Обещания превращаются в реальность после трагических событий Золой Туда. В 2014 году правительство наконец-то услышало, что здание Венсполской музыкальной школы находится в аварийном состоянии. Мы до 2013 года писали лет 5 правительству, что в государственное училище размещено в аварийных домах, которые могут рухнуть и там могут погибнуть десятки, может быть сотни детей и преподавателей. До катастрофы Золой Туда не было никакой реакции. Как случилась трагедия в Золой Туда, мы были вдруг услышаны. Школа была размещена в 8 разных местах и единственная государственная школа, которая не имеет своих помещений. Самое большое региональное учреждение образования, находящееся в ведении Министерства культуры, размещено в четырех временных помещениях. Ученикам придется привыкнуть к новому режиму. Мы с коллегами также, возможно, будем встречаться исключительно на концертах или на совете педагогов. Это время просто нужно пережить. Обязанности проектировщика перенимает Дэвид Кук, который работает над проектом уже со времен конкурса эскизов и имеет опыт работы в Канаде, России и Объединенных Арабских Эмиратах. Я думаю, что это очень важно, получить такое преимущество, построить концертный зал. Но этот концертный зал должен стать чем-то большим, не просто местом, куда можно прийти на концерт субботним вечером. Концертный зал должен стать частью жизни города. Чтобы получить софинансирование европейских фондов, музыкальная школа должна получить статус центра компетенций. Самоуправление Венсполса становится партнером проекта и заключает договор о сотрудничестве с Министерством культуры. Я думаю, что интересы и амбиции Министерства культуры и Венсполского самоуправления совпадают. Мы хотим видеть музыкальную школу 21 века, соединенную с концертным залом. Новой программой музыкальной школы будет органная музыка, которая разработана таким образом, чтобы воспитанники смогли практиковаться на уникальном органе 21 века, который сейчас строится в Германии по специальному заказу нашего города. Мы называем его «Венсполским органом». Организатор этого проекта – немецкая компания по строительству органов Йохансен Клайс Оргелвау. Их инструменты звучат в лучших концертных залах на всех континентах мира. Крестной мамой органа и соавтором концепции согласилась стать известной органистка Латвии Ивета Абкалны. В открытом конкурсе квот на эмиссию «Венсполс» получается финансирование в размере 15 миллионов евро. При условии, что новое здание будет с низким потреблением тепловой энергии. И сегодня это в такой стадии, что у нас есть 15 миллионов денег для строительства энергоэффективного здания, 11 миллионов для развития профучилища, кто же вкладывается в этот проект. Но еще нужны деньги, где-то около 4 миллионов для дополнительных расходов, которые там нужны для оборудования и так далее. Я вам скажу, что такое финансирование действительно серьезное. Из госбуджета для развития «Венсполса» как регионального центра балтийского значения развития. Еще такие центры только Лепа и Даугапиус, но Рига – это европейского масштаба. Помогает и предложение депутатов Сейма от партии «Союз зеленых крестьян» и объединения «Отечество и свободе» ДННЛ. Выделить полтора миллиона евро из депутатских квот на развитие «Венсполской государственной музыкальной школы». Проект нового здания музыкальной школы у кого-то вызвал противоречивую реакцию. Общество «Загласность Делна» подало в Конституционный суд заявление с претензиями относительно правил про распределение денег за квоты. Однако в конце 2016 года была объявлена хорошая новость. «Венсполская государственная музыкальная школа» с функцией концертного зала получила финансирование в размере 10 миллионов евро из фондов ЕС и из государственного бюджета. Новое помещение ждут как воспитанники, так и педагоги музыкальной школы. «Я со светлой надеждой смотрю на будущее Венсполса и жду, когда здесь загорятся новые звездочки. Не всегда здесь будут проходить концерты классической музыки. Я также очень рад, что развивается Венсполский биг-бенд». 28 декабря в Венсполском замке Ливонского ордена был подписан договор о надзоре и строительстве здания Венсполской музыкальной школы с функцией концертного зала. В открытом конкурсе победили фирмы «Меркс Остер Селднекс» и фирма «Л4». «Форма особенно сложная и очень нетипичная, нетрадиционная, уникальная. Сам процесс создания будет таким, какого в Венсполсе еще не бывало». В Венсполсе был подписан один из важнейших договоров нового времени. Первые строительные работы начнутся уже в ближайшее время. В среду, после многочасового собрания сатверсма Венсполской высшей школы, ректором вуза выбрали Карлеса Креслинча. Примерно месяц-полтора месяца уйдет на рассмотрение этого вопроса в кабинете министров. Как проходили выборы нового ректора, наблюдал наш корреспондент Артурс Анч. Место ректора Венсполской высшей школы стало вакантным в мае прошлого года, когда от этой должности отстранили гиду Ревелда за ухудшение академических результатов, снижение количества студентов, а также за авторитарное руководство. Выборы ректора проходили в напряженной атмосфере. Заявку подали пять кандидатов. Исполняющий обязанности ректора Карлес Креслинч, доцент факультета экономики и управления Сергей Хелькевич, доктор экономических наук Янис Цауне, доктор педагогики Айверс Ласманис и Гиде Ревелде. Первая часть собрания была посвящена выступлениям кандидатов. Каждый старался донести до собравшихся свои цели и планы. И только Гиде Ревелде после острой риторики сообщила, что согласно полученному ей свидетельству от Рижского административного районного суда, кресло ректора в случае благоприятного исхода дела будет принадлежать ей. После первого и второго туров выборов ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов. Если бы и в третьем туре не удалось определиться, то пришлось бы объявлять новые выборы. Количество поданных голосов 27. Все 27 признаются действительными. Результат – 18 голосов за Карлоса Кресленча. Против 9. Уважаемые члены Сатверсма, коллеги, я постараюсь оправдать ваше доверие и по возможности быстро постараюсь осуществить то, о чем говорил. У нас уже есть горький опыт, когда обещают и не выполняют. Этот процесс очень быстрый. Как быстро выбирают, так быстро могут и отстранить. Так что с коллективом шутки плохи. Приобрететом для нового ректора станет повышение качества обучения, учитывая уже имеющиеся плюсы и минусы и сравнивая их с лучшими скандинавскими и европейскими школами. По моему мнению, необходимо содействовать и прикладной исследовательской работе, и научной коммерциализации. Но и не забывать фундаментальные исследования, которые проводятся в радиостаномическом центре, а также на факультете управления экономикой и других факультетах. Должен быть баланс между зарабатыванием денег и наукой. По мнению Креслинча, необходимо привести в порядок систему оплаты труда. На сегодняшний день она несправедливая, считает Креслинч. Возможно изменения в штате сотрудников. Люди, которые много работают, берут дополнительную работу, курсовые, бакалаврские, оценку практики, должны получать соответствующее вознаграждение. Надо пересмотреть зарплату лекторов, которые выполняют сложную работу, а зарплата их ничтожно мала. Конечно, мы благодарим Венсполскую городскую думу, которая оказывает поддержку нашим коллегам с докторской степенью, выделяя доплаты и дополнительное финансирование. В ближайших планах заключить новые договоры о сотрудничестве с Венсполской городской думой. Надо привести в порядок исследовательский центр умных технологий, в котором работают трое наших молодых ученых. Надо содействовать их развитию, необходимо привлечь новых людей из нашей среды. В прошлом году ВУЗ пережил спад количества абитуриентов. Цель – достичь уровня хотя бы предыдущих лет. Это будет нелегко сделать, признается Креслинч, но план, как достичь этой цели, уже есть. Это работа со средними школами, введение различных кружков. Да, школьники приходят в наши лаборатории. Это одно, но мы работаем и с регионами, с Талсинской гимназией и другими учебными заведениями. Конечно, будем ездить по стране, рассказывать о ВУЗе. Живой пример – это наши студенты. Надо привлечь и выпускников. Это самый лучший пример, ведь наглядно видно, чего они достигли, и это отличный показатель. Новый ректор начнет исполнять обязанности после того, как его на этой должности утвердит Кабинет министров. А тем временем Карлис Креслинч фактически уже руководит ВУЗом. В Венсполской главной библиотеке представлена передвиждая выставка, посвященная выдающемуся американскому архитектору латышского происхождения Гонору Биркерцу и созданному им Замку Света. Посетив выставку, можно узнать и о других выдающихся с точки зрения архитектуры библиотеках Латвии. В их число вошли и Венсполская главная, и Парвинская библиотеки. Автор идеи создания выставки «Замок Света. Сеть Света» Янис Дриппе во время открытия выставки лаконично охарактеризовал эти выдающиеся латвийские библиотеки. На выставке представлены материалы о Латвийской национальной библиотеке или Замке Света, который был спроектирован выдающимся архитектором Гонорсом Биркерсом. В ближайшие дни архитектору исполнится 91 год. Недавно он был признан одним из самых выдающихся модернистов в истории архитектуры. На выставке представлены материалы и о других латвийских замках Света. На фотографиях увековечены библиотеки Валмера, Колды, Гелым, Божеце, Сутукумса, Венсполса и другие. Как подчеркивает архитектор Янис Дриппе, Латвия богата не только выдающимися оперными певцами, дирижерами и спортсменами. Латвия еще и земля библиотек. В каждой волости есть хотя бы одна библиотека, а всего их в стране около 800. Если подсчитать школьные и специальные библиотеки, то всего получится около 1700 библиотек. Для маленькой страны это огромная ценность. Я осмелюсь утверждать, что библиотека – это душа, социальный центр каждого населенного пункта. Поскольку у нас есть такие выдающиеся объекты в мировом значении, как Латвийская национальная библиотека, которую создал архитектор мирового уровня, две великолепные библиотеки в Венсполсе, мы должны гордиться этим. Мы должны радоваться, демонстрируя эти библиотеки не только у себя дома, но и на международном уровне. Поэтому и была создана эта выставка. Выставка посвящена архитектуре, но вглядываясь в интерьер и другие детали на фотографиях, начинаешь понимать, что здесь запечатлена целая история о людях, амбициях, истории и о будущем. По словам Дрипы, сначала была создана выставка «Латвийские малые замки света». При подготовке создатели посетили 60 малых библиотек. Как отметил архитектор, над всеми библиотеками работали добросовестно, но далеко не все из них стали жемчужинами архитектуры. Так появилась идея о создании новой выставки. Национальная библиотека и остальные девять, представленных здесь, имеют выдающуюся, ярко выраженную архитектурную ценность. Не было ни трудно, ни легко. Было приятно ее создавать. На радость венсполщанам в десятку лучших вошли венсполские главные и Парвенская библиотеки. Парвенская библиотека заслуживает большого внимания, ведь она очень отличается. Господин Дриппа ее охарактеризовал как библиотеку, вышедшую за привычные рамки. Настолько нетрадиционное здание с закругленными углами, абсолютно уникальное. И не только в масштабах Латвии, но и на международном уровне. Как мы говорим, Петерис Байерс благодаря этой библиотеке стал международно известным архитектором. Так что спасибо венсполсу. Что касается главной библиотеки, то чем меньше света, тем лучше вы выглядите. Вы как маяк. Когда свет везде погасит, вы сверкаете. Это самый элегантный способ показать свое содержание снаружи. Объединить старое здание с новой пристройкой – задача не из легких. По нашему мнению, Юрий Спога прекрасно справился с ней. Даже сейчас, оглядываясь на 12 лет назад, наша библиотека кажется самой красивой. Мне очень нравится это сравнение с маяком. Для портового города оно отлично подходит. Перестройку венсполской главной библиотеки проектировщик Янис Пога завершил 12 лет назад. Но его творение с точки зрения архитектуры до сих пор смотрится свежо, отмечает Янис Дрипе. То же самое смело можно сказать и о Парвенской библиотеке, которую спроектировал Петерис Байерс и Иварс Калвенс. Эта библиотека открылась в 2009 году. Оба здания неоднократно становились лауреатами архитектурных международных конкурсов. Венсполс стал третьим городом, который принял в себя эту передвижную выставку. В марте выставка продолжит свое путешествие по посольствам Латвии. Затем выставка отправится за границу и первой страной станет Белоруссия. С 1 января этого года в Латвии вступили в силу новые правила содержания собак. С начала 2017 года все владельцы должны в обязательном порядке чипировать своих питомцев и регистрировать их в единой базе Центра сельскохозяйственных данных. Курзамское телевидение поговорило о необходимости чипирования с ветеринарным врачом, а также с начальником Венсполской муниципальной полиции. Подробности в следующем сюжете. Обязательное чипирование собак позволит решить сразу несколько вопросов. Ведь электронный чип размером с рисовое зернышко содержит подробную информацию о животном, сведения о состоянии его здоровья и наличии прививок, а также контактные данные хозяина собаки. По словам начальника муниципальной полиции Яниса Арейса, обязательное чипирование значительно облегчит процесс поиска сбежавших питомцев. Это означает, что у заведения, государственного или муниципального, у которого есть доступ к системе данных, есть возможность по домашнему адресу определить, зарегистрирована ли собака по этому адресу или же нет. Процедура чипирования длится всего пару минут. Как отмечает ветеринарный врач Соловига Божа, больше времени, примерно 20 минут, уйдет на заполнение идентификационной карты. Но насколько, по мнению врача, необходимо чипировать своего питомца? Я думаю, что чип необходим. Во-первых, это определяет закон. Во-вторых, по микрочипу можно идентифицировать собаку. В приюты попадает много собак, и если хозяину удастся найти по микрочипу, то это облегчает хозяину процесс поиска, и ему легче найти пропавшего питомца. По словам Соловеги, с введением новых правил в инсполчане стали активнее чипировать и регистрировать своих собак. Например, в декабре врач чипировала по 10 собак в день. Да, интерес к чипированию заметно возрос в декабре и январе. Однако, означают ли обязательные правила то, что теперь венсполская муниципальная полиция будет устраивать специальные рейды и выслеживать недобросовестных хозяев? Как отметил Янис Арес, проверять будут преимущественно тех собак, которые гуляют без поводков, или тех хозяев, которые попадут в поле зрения полиции, нарушая правила выгула собак. К тому же, проверить, чипирована ли собака, полиция может и без сканирования микрочипа по месту жительства ее хозяина. Хозяевам собак не стоит беспокоиться, что муниципальная полиция теперь начнет проверять каждую собаку. Да, конечно, у нас уже в прошлом году были закуплены сканеры с читыванием микрочипов, но мы использовали их только в экспериментальном порядке, чтобы самим понять систему работы этих сканеров. Венсполщане ответственно подошли к чипированию собак. Жители, опрошенные курзомским телевидением, считают, что эта процедура необходима. Вы знаете, что с 1 я все собаки в Ладвии должны быть чипированы? А у нас уже есть чипирование. А когда чипировали? Вот год обратно. А почему вы приняли такое решение чипировать? Ну, чтобы когда она потеряется, или мы будем, можно ее всегда найти могут. А у вас вообще много знакомых с собаками? Очень много. Я здесь вообще только за счет собачки. У меня, получается, и халтуры, и много очень друзей. Я приехала с Даугу пёса, и вообще, она очень благословенна, этот пёс. А ваши друзья, которые с собаками, у них есть чипы? Да, тоже есть. Тоже чипы. То есть вы считаете, что это нужно чипировать? Ну, это как бы нужно, да. Мы должны все-таки подчиняться. Кто вышестоящий, значит, мы должны исполнять и быть послушными. Да, мы чипированы. Чипировались в декабре прошлого года. Решили чипировать собаку, потому что мой муж ездит на велосипеде. Собака бежит следом. Я считаю, что это необходимо. А полиция не проверяла вашу собаку? Нет, пока что нет. А у вас дома есть собаки? Нет, у меня собаки нет, ни кошки, ни собаки. А вы слышали, что с 1 января все собаки в Латвии должны быть чипированы? Да, я слышала по телевизору. И как вы считаете, это правильно? Я не знаю. Начальству видней. По словам начальника муниципальной полиции, с принятием обязательных правил они будут чувствовать себя надежнее. За отсутствие у собаки чипа и регистрации полагаются штрафы. Полиция вправе составить административный протокол, который будет рассматривать специальная комиссия или продовольственно-ветеринарная служба Латвии. Если собака не чипирована и не зарегистрирована, то штраф для физических лиц составляет от 7 до 210 евро. Для юридических лиц – от 15 до 350 евро. Если в течение года будут повторные случаи, то штраф для физических лиц увеличивается от 210 до 350 евро, а для юридических – от 350 евро до 700 евро. Средняя цена на чипирование в Венсклассе составляет чуть более 20 евро. Это куда выгоднее, чем платить дорогой штраф за отсутствие микрочипа и регистрации. Обезопасьте себя и своего питомца. И это были все новости на сегодня. До свидания. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok Венскласская ассоциация национально-культурных обществ приглашает на праздник святки, который будет проходить два дня. 14 января в городском центре культуры в 16.00 рождественские вечера. С рождественскими традициями познакомят Светлана Ведякина. Романсы и инструментальные произведения прозвучат в исполнении воспитанников Венскласской музыкальной школы Юрия Тютюникова и Марины Сморшко. 15 января в 15.00 в центре культуры в Большом зале святочные вечерки. Народные песни, хороводы, святочные игры, сценки ряженых, гадания и лотерея по входным билетам. Участвуют ансамбль «Здравица» Мрия Журавинка и Юрьев день. Гости из Риги – ансамбль «Карагод». Стоимость билета – 2 евро.